Всем привет! В этом видео я хотел бы поднять, на мой взгляд, очень актуальную тему. Мы с вами поговорим про рынок нефти, о том, что, возможно, Россия постепенно утрачивает свой статус нефтяной державы мировой. И эту тему немного обсудим, и, конечно же, каким образом она может отчасти повлиять на курс рубля по отношению к доллару. Ну что, мы с вами прекрасно знаем о том, что порядка 40% всего федерального бюджета он сформирован за счет нефтегазовых доходов. При этом, за последнее время, начиная с весны этого года, эти доходы сократились примерно даже на 60%. При этом, в связи с этим, увеличился дефицит федерального бюджета до 5% от валового внутреннего продукта. И при этом, мы с вами тоже знаем о том, что наш бюджет также сверстан из расчета 42,5 доллара за баррель марки Юрлс. И при этом, объем должен быть примерно 10-11 миллионов тонн добычи. Что мы сегодня с вами имеем? Дело в том, что Россия, она входит в состав, вот так называемый, то есть, заключила сделку ОПЕК+. То есть, является участником этого пакта, так называемого. И который предполагает сокращение добычи нефти. И вот, начиная с августа, эта добыча будет равняться, ну, сокращение, точнее, примерно на 7,7 миллионов баррелей в сутки. И тогда, когда Россия подписала это соглашение, то есть, приняла на себя обязательство сократить объемы добычи нефти, то нефть тогда стоила уже 30 долларов за баррель. То есть, мы уже практически сразу уже начали терять в нефтегазовых доходах, то есть, упала цена нефти ниже 42,5 доллара за баррель плюс. Мы взяли на себя обязательство сокращать на 2,5 миллиона баррелей в сутки, ближайшие 2 месяца после подписания этого соглашения. И получается, что до обвала, то есть, до того, когда произошел обвал на рынке нефти, Россия, в частности, российский бюджет, примерно получал порядка 750 миллионов долларов в сутки. А уже после обвала, вот где-то примерно начало мая, может быть, даже в течение всего мая, Россия получала, ну, примерно 150 миллионов долларов в сутки. То есть, представляете, да, какое сразу идет падение. Но на момент уже примерно конец июня месяца Россия все-таки немножечко поднялась вот в этой части. То есть, сегодня бюджет получает примерно 300 миллионов долларов в сутки. Но это, тем не менее, все равно практически в половину меньше того, сколько Россия имела до вот этого вот обвала, до этого кризиса. Собственно говоря, к чему это все ведет? Дело в том, что для того, чтобы исполнять вот эти обязательства, которые на себя взяла Россия в части сокращения добычи нефти, ей необходимо законсервировать на своей территории порядка 30 тысяч скважин. При этом вот эти скважины, о которых идет речь, они, конечно же, находятся в достаточно таких суровых климатических условиях. И себестоимость добычи нефти, конечно же, на порядок отличается от себестоимости, например, добычи в той же Саудовской Аравии. Это первый момент. И второй момент, что даже если эта скважина не будет работать какое-то время, да, например, несколько месяцев, она будет просто простаивать, да, то есть в состоянии такого покоя находиться, то есть такие достаточно серьезные риски, что эта скважина просто-напросто уже больше никогда не будет давать нефть или, например, даже будет давать нефть, но она потребует дополнительного оборудования, более технологичного оборудования, может быть, даже больше инвестиций для того, чтобы эта скважина продолжила свою работу. Получается, что в нынешних условиях есть большие риски потери большого количества работающих скважин. Да, конечно, на этот счет много говорится. Говорится о том, что в первую очередь закрываются скважины те, которые уже постепенно истощали, да, то есть свои запасы нефти. Но в любом случае при падении вот этой вот доходности, доходной части от нефтегазовых вот этих вот доходов, то есть от реализации нефти, потому что мы стали ее меньше продавать, меньше добывать, конечно же, падает и инвестиции в эту отрасль. То есть для того, чтобы дальше поддерживать работоспособность этой отрасли, то есть открывать новые месторождения, может быть, открывать, запускать в работу новые скважины, снижать себестоимость добычи этой нефти. Для всего этого требуется новое высокотехнологичное оборудование. И мы с вами прекрасно понимаем, что Россия продолжает находиться еще в санкционном режиме, то есть российские нефтяные компании напрямую не могут воспользоваться западными какими-то высокотехнологичными оборудованиями для того, чтобы проводить разведку, может быть, открывать новые месторождения, эффективно добывать нефть. И, соответственно, все это накладывается, знаете, таки одно на другое. То есть мы сокращаем добычу нефти, снижаем объемы инвестиций в отрасль, поднимаем, увеличиваем риски невозобновления действующих скважин и при этом не имеем возможности развивать новые месторождения, вкладываться, то есть повышать эффективность. И в заключении хотелось бы сказать, что само Министерство энергетики уже сделало свой прогноз о том, что к 2025 году в целом может серьезно упасть добыча нефти, причем это будет не искусственным образом сделано, как это сейчас происходит, а это уже будет чисто технологически, да, потому что Россия из-за тех вышеуказанных проблем, о которых мы только что с вами обсудили, она не может больше добывать нефти, потому что вот эти скважины, они просто-напросто перестанут существовать как таковые. Но и еще такая мысль. Дело в том, что все равно рано или поздно вот эта пандемия, которая сейчас накрыла весь мир, рано или поздно, конечно же, она постепенно отойдет, постепенно начнется восстанавливаться спрос на нефть. Да, тут много разговоров ходят относительно того, что нефть постепенно будет, постепенно, скажем так, уходить в прошлое, и на место нефти будет альтернативная энергетика. Но мы сейчас не будем забегать вперед, все равно спрос на нефть, вероятно, будет еще расти, причем он будет расти как со стороны Китая, он будет расти со стороны в целом ряда азиатских стран, он также будет расти спрос со стороны африканских стран. То есть там, где эта нефть, конечно же, еще имеет главенствующее свое положение в экономике, но и, безусловно, это все подстегнет к увеличению спроса в целом, и, соответственно, потребуется больше добычи вот этой нефти, большего предложения. И если мы с вами сейчас сопоставим вот эту проблему с ОПЕК+, то есть если ОПЕК+, будет в дальнейшем сокращать добычу нефти, и при этом будут снижаться инвестиции в эту отрасль, то настанет какой-то переломный момент, когда спрос в какой-то момент времени будет в моменте превышать предложения. И что, как следствие, мы с вами можем иметь? Мы с вами можем иметь серьезный рост котировок нефти, и даже есть уже такие, знаете, предположения среди экспертов, что нефть может стрельнуть вплоть до 100 долларов за баррель. Может быть даже непонятно, что это не в ближайшей перспективе, но в определенную перспективу такие, скажем, ценовые значения, они могут быть. И что самое печальное, что вот когда нефть действительно будет активно пользоваться спросом, тогда, когда постепенно начнется оживление, в этот момент российская нефтяная отрасль постепенно, как медленная черепаха будет восстанавливаться и будет действительно терять свой рынок на нефтяном рынке в целом, на мировом рынке нефти. Вот такая вот, на мой взгляд, не очень радужная перспектива. Но, конечно же, есть разная точка зрения на этот счет. Что вы считаете, насколько это все правдоподобно, насколько все это действительно может случиться? Пожалуйста, напишите в комментариях. Давайте вот эту тему обсудим. Очень важно все-таки, чтобы какая-то информация до нас доходила, чтобы мы ее обсуждали для того, чтобы было какое-то более четкое понимание представления. Ну и, конечно же, когда нефть у нас будет падать в цене, точнее, падать в объемах добычи, когда нефтеотрасль у нас будет сокращаться, это значит, будет сокращение доходной части бюджета. Это, безусловно, один из самых действенных, на мой взгляд, решений. И, может быть, даже безвыходная ситуация будет у наших финансовых властей. Это вроде как просто-напросто ослабление российской валюты, российского рубля, безусловно. То есть, это будет серьезная девальвация национальной валюты. Так, ну ладно, на этом, наверное, все. Давайте эту тему обсудим. Жду ваши комментарии ниже к этому видео. Пока!